Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильная дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16. Днем плюс 32-37, в горах местами до плюс 29 градусов. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 33-35 градусов. В нынешнем году во всероссийском соревновательном календаре у боксеров появился новый турнир. В память о выдающемся тренере Александре Давыдове. В Черкесске 14 августа будут организованы состязания, на которые приглашены спортсмены из многих регионов России. А лучшие по итогам турнира боксеры получат пропуск на первенство страны. О том, чего ждать о предстоящих соревнованиях, в сюжете корреспондента Артура Мхце. В 2022-м в республиканской столице прошел первый боксерский турнир, посвященный выдающемуся наставнику Александру Давыдову, который воспитал не одно поколение успешных спортсменов. В открытом первенстве тогда приняли участие представители 16 регионов нашей страны. Впрочем, было понятно, что выход состязаний на новый уровень – лишь дело времени. И вот в ближайшие дни в спорткомплексе «Юбилейном» пройдут соревнования, имеющие статус отборочных на всероссийский турнир. О намерении отправить своих спортсменов в Карачао-Черкесию уже выразили десятки ведущих боксерских школ России. Для того, чтобы этот турнир стал всероссийским и имел статус отборочного, мы вышли от Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, мэрии города Черкеска вышли с предложением на Министерство спорта Российской Федерации, также Федерацию бокса Российской Федерации, что хотим провести всероссийские соревнования, которые бы имели статус отборочного. Эту инициативу поддержали в силу того, что Александр Испанович Давыдов очень популярный в сфере спорта и в сфере бокса человек. Пару месяцев назад в Черкесске была открыта мемориальная доска Александру Давыдову. Около дома, где многие годы жил тренер, встречались его ученики, победители и призёры крупнейших международных боксёрских турниров. В жизни каждого из них Александр Степанович оставил огромный след, став учителем, примером для подражания, для кого-то ни много ни мало вторым отцом. Поэтому неудивительно, что воспитанники и спортивные функционеры решили и с помощью масштабного соревновательного проекта увековечить имя известного в России специалиста. Александр Степанович Давыдов очень глубокий человек. Обладал очень большим талантом как педагог, как тренер, как наставник, как учитель, как отец. Он стал отцом большому количеству ребят в нашей республике. И сегодня это уже взрослые состоявшиеся мужчины. До первого удара гонга, который известит о начале поединка в юбилейном, осталось совсем немного. Организаторы и боксеры надеются, что жители и гости республиканской столицы заполнят до отказа трибуны спорткомплекса в ближайший понедельник, 14 августа, чтобы поддержать участников крупного турнира памяти Александра Давыдова. Артур Мухцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести «Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкезовым. Удачных выходных!